Сентябрь 1941 Все поступы и мосты с именированной жителей превратили Тулу в неприступную крепость. В каждом дворе были готовы к уличным боям. Проспект Ленина в 41-м улица Коммунаров выглядел вот так. Три штыка на площади Победы Тулы к активам готовности встретиться с врагом лицом к лицу. В октябре 1941 здесь колонну немецких танков встретил зенитный взвод лейтенанта Григория Волнянского. У них было всего 4 орудия, огонь практически в упор, танки в 50 метрах от расчетов. Волнянский и большая часть взвода погибли, но ценой своей жизни они заставили наступление нацистов захлебнуться. Они не ожидали, они думали сходу войдут в город. Они потеряли более 30 танков и не смогли ворваться в Тулу. Причем из этих более чем 30 танков они потеряли 14 вот здесь, как раз на позиции, которую защищали воины-зенитчики. 30 октября защитники Тулы отбили 4 танковые атаки. Терпя неудачи за неудачей, нацисты пытаются обойти город. Но с вершины древнего Всехсвятского собора все передвижения противника как на ладони. Отсюда корректируется огонь нашей артиллерии. Тульский Кремль, построенный еще в 16 веке, превратился в центр подготовки защитников города. Здесь формируется истребительный батальон, партизанские отряды и тульский рабочий полк. Город словно превратился в единый организм до сих пор. Следы той героической обороны можно найти буквально на каждой улице. Вот вы здесь видите заделанное отверстие, дыру, которую явно проломили наши танкисты. Зато с той стороны этой кладбищенской стены хорошо сохранился. То есть даже сейчас невооруженным глазом видно. Капонир танковый. То есть явно стоял наш танк. Танкисты отсюда высовывали, как присылал ствол пушки, и они вели огонь по врагу, который с стороны Рогожевского поселка пытался дальше войти в горы. Борис Калинин 17-летним мальчишкой рыл окопы и устанавливал противотанковые ежи в родном городе. Он вспоминает, тогда жители не допускали, что немцы займут тугу. Моральный дух вот этот вот сыграл большую роль, что вот этой паники вот не было. По двой, сирен и звуки обстрелов тулики продолжали работать. При том, что знаменитый оружейный завод был эвакуирован в глубокий тыл задолго до наступления фашистов. На оставшихся станках жители все равно выпускали оружие, ремонтировали военную технику. Валентина Николаевна пошла работать в полупустые цеха в 15 лет каждый день. По 12 часов у станка, без выходных, под бомбежками. Но даже в самые тяжелые дни, по словам Валентины, в Туле говорили только о победе. Да у нас была одна женщина, одна работала и пела песни. Русские народные песни она пела, старинные. Я ведь вас, ребята, развлекаю. Ну и смеялись, мы же не плакали, мы смеялись, молодежь. Последнее сражение за Тулу прошло здесь, на окраине у деревни Маслова. И закончилось сокрушительным поражением немцев. Тут не полискованы две танковые армии противников. Непокоренную Тулу приезжал сам Жуков. Он потом скажет, в разгроме немецких войск под Москвой тулики сыграли вдающуюся роль. Вскоре советская армия начнет тульскую наступательную операцию. И угроза отхода Москвы с юга будет окончательно ликвидирована. Впереди еще годы войны. Для туликов тяжелые работы в Тулу. Но к 42-му году на тульском направлении немецкая группировка была полностью расстрелена.